Всем привет! Давно обещал сделать отчетное видео о поездке в Москву, связанное с посещением Государственной думы и круглого стола с несвязанного. И, как обещал, этот отчет даю. И начать я хотел бы с одной фразы, точнее цитаты, которая характеризовала все происходящее на том круглом столе в такой емкой форме. Звучала эта цитата так, звучит точнее. «Жизнь более сложная штука, чем система, прости господи, образования». И вот под этим лозунгом, в общем-то, и круглый стол и прошел. Произошло это 16 декабря в Москве в комитете Госдумы по делам национальностей. Там проводился круглый стол, организованный комитетом. Назывался он примерно так. «Круглый стол по вопросам законодательного обеспечения, сохранения, развития и изучения языков народов Российской Федерации, состояния и перспективы». Суть его примерно в чем заключается. То есть собрать самых разных экспертов с самых разных регионов страны для того, чтобы выслушать их мнение о проблеме сохранения языков коренных народов страны. И эти мнения учесть в разработке стратегии законодательной и стратегии организационной по вопросам языковой политики страны до 2025 года. Мне тоже удалось поучаствовать в этом круглом столе. Было у меня своих две минуты славы для того, чтобы сказать свое мнение. И сейчас я немножко поделюсь о том, как это произошло и почему. Корни этого, скажем так, приглашения. Они кроются в мероприятиях, связанных с финалом конкурса «Смиротворец», который проходил с 23 по 25 ноября в Москве. Я о нем уже записывал видео. Если вы его не видели, просто лисните назад видеоролики. Два-три ролика назад я публиковал отчет об этом событии. Как вы понимаете, ни одной церемонии финала этот конкурс ограничивался. Проходил он в течение нескольких дней. И вот первые из этих дней, 23 ноября, финалисты конкурса были приглашены в МГУ на фукульте журналистики. Там проходил круглый стол. Я профессор журналистики, профессор, точнее, журналистики, долго рассказывал нам о состоянии, собственно, журналистики в стране, о том, что всякие там блогеры и сейчас кто угодно может писать, как журналисты, новости, вести какую-то информповестку, давать информацию людям и вот отбирать хлеб у честных журналистов. Очень много жаловался еще на Юрия Дудя, который, конечно же, для них всех феномен. Ну, не знаю, почему феномен, мне он очень понятен. И на этом вот круглом столе, в конце его, после презентации всех участников, приезжал Ильдар Ирекович Гельмундинов. Это вот как раз таки председатель этого самого комитета Госдумы по делам национальности, приезжал на гуглый стол для того, чтобы пообщаться, ответить на вопросы. Там, в основном, в тот день повестка всех вопросов свелась к вопросам грантов, то есть, как их получить, откуда и что делать, в общем-то, для этого. Да, немножко напряженно было, потому что, несмотря на то, что такие площадки для выдачи грантов сегодня существуют и их немало, но по-прежнему получить их очень сложно. И как бы вот весь спор свелся к этому. Ну, тогда мы обсудили, но это была не последняя встреча. Конкурс «Миротворец» проводит гильдии эмиротической журналистики, а комитет Госдумы по делам национальности его сопровождает. Итак, спустя полтора недели пришло мне письмо, приглашение от Ильдара Гельмундинова на круглый стол в Москву высказать свое мнение, идеи, контраргументы, если будут, по поводу вот как раз таки политики сохранения родных языков. К сожалению, в отличие от гильдии межэтнической журналистики, Госдума у нас не такая богатая, поэтому обеспечить не получилось у них. Финансирование при все приходилось, конечно, за свой счет, но поскольку такие встречи бывают очень редко, пришлось поднапрячься и воспользоваться случаем, благо в этот раз помогли с проживанием в Москве. Благодаря Саиде Панеш удалось связаться с представительством Адыгеи, Республики Адыгея в городе Москва и лично Тхакушинов Мурат Асланчиреевич, это вот глава этого представительства, он обеспечил гостиницу. Кстати, по приезду в Москву я был приглашен тоже на одно из мероприятий в представительстве, у них по воскресеньям вечером обычно проходят какие-то культурные мероприятия, связанные с черкесской адыгской культурой и в этот раз тоже было, пообщался там с подписчиками, посмотрел на костюмы мастериц, как раз из Адыгеи приезжали мастерицы женского платья, вот они показывали свои костюмы, были там музыканты народные, были мастера народных промыслов, в частности Айдамир Подтоков, наш старый друг, тоже привез свои инструменты музыкальные, представил там, и был такой интересный, теплый, приятный вечер общения. Я очень рекомендую всем, кто в Москве живет или по каким-то случаям, где там оказываются выходные дни, посетить представительство, его легко найти. Ссылки в описании ролика я дам контакты их инстаграм-канала, где они публикуют обычно свои анонсы. Но вернемся к делу. 16 число, круглый стол, более 200 участников, там весь зал был забит. И на удивление я ожидал, что будет так много формализма такого бюрократического, по бумажке прочитаешь что-нибудь, как обычно. Но, как оказалось, я был неправ, потому что большая часть выступлений на круглых столах была такая, достаточно живой. Это был диалог, не по бумажке, без этого формализма, и действительно по делу. Практически все вопросы, которые вот витали в голове, они были там озвучены. Действительно, даже мне пришлось врезать свои идеи в выступлении, потому что их озвучили до меня. Я сейчас не буду пересказывать все, отмечу только самые такие, наверное, значимые вопросы, которые были озвучены. А, в общем и целом, повестку оценить можно будет по документу, который я вот тоже приложу к этому видео. В описании вы сможете увидеть ссылочку, скачать его. Там будет подборка статей, которые изданы в Госдуме, в парламентской библиотеке, вот как раз таки к этому форуму. Все, что касается языков. Во-первых, из позитивного. Тема потери родных языков народами России на государственном уровне, наконец-то, адекватно услышана. Ну, по крайней мере, вот в таких вот комитетах я это увидел своими глазами. То есть, тема услышана, и она стала приоритетной. То есть, на нее сейчас будет все внимание оказываться. Не услышана она может быть только в Краснодарском крае, наверное, где я вообще этого не замечаю, но, видимо, в силу какой-то жуткой инертной консервативности нашего края. В Москве сейчас вовсю уже работает институт развития родных языков народов Российской Федерации. Там эксперты есть, которые делают оценку учебникам родных языков. Ну, там есть проблемы, об этом я чуть позже еще упомяну. Сейчас идут разговоры о необходимости большего освещения межэтнической языковой тематики в СМИ, особенно в федеральных. Это вот такая больная тема, которую постоянно поднимает Маргарита Лянге на разных выступлениях. Владимир Владимирович Путин говорил об этом. Я представляю гильдию межэтнической журналистики. Раз уж заговорили об информационном сопровождении госнацполитики, конечно, не могу промолчать. Наша гильдия объединяет журналистов, которые освещают межэтническую тематику в 47 регионах нашей страны. У нас один из инструментов есть, которым, собственно, мы пользуемся для того, чтобы понимать, что происходит, куда мы движемся, да какие тенденции – это наш конкурс «Смиротворец». Я вам о нем рассказывала в 2017 году. Мы его вместе делаем с Федеральным агентством по делам национальности при очень таком горячем участии всех членов нашего совета. И этот конкурс нам позволяет, вот это тоже один из как бы результатов, да, это за 10 лет лучшие только тексты, только текстовые материалы российских журналистов. Причем, если в начале там такие люди советской закалки, еще журналисты, то в конце это уже работы совершенно молодых журналистов, которые, когда вот первые уже получали награды, те еще были в начальной школе. То есть, в принципе, у нас уже, да, выстроился такой вот пул и несколько поколений. Мы работаем. В этом году, вот только в рамках конкурса, отсмотрели 9753 работы из 1048 СМИ. И наградили лучших 41 всего из вот такого количества. И так каждый год мы видим тенденции и видим проблемы. Не все проблемы мы можем решить только нашими инициативами нашей организации вместе с Федеральным агентством. И вот буквально в понедельник мы награждали очередных наших лучших журналистов. Встал один из молодых журналистов из Бурятии и задал на пресс-конференции членам жюри такой вопрос. А почему среди нас, значит, так мало и вообще практически нет никого из Федеральных СМИ? А что освещение стратегии госнацполитики касается только региональных СМИ? Федеральных это не касается? Почему нет ни одной рубрики, нет ни одной передачи ни на одном из федеральных каналов? Он говорит, прекрасно видим, что если на федеральных каналах этого нет, значит, эта тема, ну, наверное, не очень нужна, не очень востребована. Что нам на это отвечать? Ну, собственно, отвечать пока нам на это нечего. Да, потому что вот у Федерального агентства по делам национальности реально рычагов нет на эту ситуацию повлиять. Он может только уговаривать и пытается, да, вот Игорь Вячеславович машет головой, да, искренне пытается. Мы все пытаемся. Что мы слышим в ответ? Мы в ответ слышим, ну, такие аргументы. Значит, первое, тема не рейтинговая, никому не нужна. Второе, тема актуальна только в национальных республиках. Значит, ну, там она как-то освещается, пускай себе освещается. Третье, есть ли будут информационные поводы, какая-нибудь драка, чемодановка и так далее, мы, конечно, осветим. А также мы расскажем про Сабанту или Масленицу. Ну, собственно, если вы хотите чего-то еще, то вы, пожалуйста, подумайте и найдите бюджет, а мы вам расскажем, вот где у нас касса находится, куда с этим бюджетом вы должны прийти. Причем интересно, что вот такие разговоры у нас идут на разных площадках. Они идут с государственными каналами, которые имеют уже очень серьезную поддержку государственную. Но вот тема информационного сопровождения, она вроде бы как к ним вообще не относится. Ну и требует, очевидно, отдельного бюджета. В то же время есть другой опыт, который нам демонстрирует Роспечать. Когда пять лет назад они внесли нашу тему Межнация в перечень приоритетных, и с тех пор начали просто перераспределять уже имеющиеся у них средства. И что мы сейчас имеем? За пять лет в 12,5 раз увеличилась поддержка СМИ на языках народов России по линии субсидий Роспечать. Было в 2014 году 5,5 миллионов, а в этом году 70. Ничего дополнительного никто не просил, просто перераспределили. И вот у меня в связи с этим такое предложение. Может быть правительству создать какие-то инструменты, может быть вы поручите правительству подумать над инструментами, которые обеспечили бы при выделении уже действующих объемов финансирования СМИ использование какой-то части из этого бюджета на информационное сопровождение госнацполитики. 3-5 процентов. Давайте хотя бы это. И мы уже увидим, как изменится ситуация. И, конечно, очень надо внимательно следить за эффективностью расходования этих средств, чтобы у нас не слили это все опять в матрешки и гармошки, сабанту и масленица и так далее. Потому что тема очень серьезная. И вот у нас победители, мы же видим, какие работы идут. Работы очень серьезные. Например, одна работа касалась судьб семей и женщин, которые вернулись из-за рубежа. Они попали туда. Попали под вербовку. Вместе с семьями уехали. Жуткие трагедии. Кто-то детей потерял, кто-то еще что-то. Вот они вернулись. И они такие детали рассказывают, после которых, наверное, многие задумаются, стоит ли вообще слушать всех этих агитаторов и куда-то уезжать. И вот один такой материал, на мой взгляд, он эффективнее тысячи плакатов. Нет экстремизма, нет терроризма и так далее. Это работает. И есть люди. Мы уже за 10 лет вырастили. И молодое поколение, и старое поколение. Но нет площадки. И вот очень хочется, чтобы эта площадка была. И мы готовы включиться. Спасибо. Вы правы абсолютно. Значит, надо уделить, но больше внимания. Федеральные каналы, они работают не только в ящике, в телевизоре, но они работают и в интернете. И, конечно, получают немало денег. Вот буквально два или четыре дня назад с одним из руководителей встречался. Опять то же самое. Деньги. Значит, денег получают немало. Счет идет на миллиарды. Да. Значит, а что касается, это никому не нужно или никому не интересно, это ложный тезис. Не знаю, кто вам это сказал, потом мне на ухо шепнете. Это ложный тезис. Обязательно. Интересно или не интересно делают. То есть от таланта тех, кто делает. Есть те, кто умеют делать. Мы как бы доказали. Мы не просто выходим. Мы их вырастили. Мы готовы ко всему этому. Сергей Владимирович, помню. И более того, региональные каналы, они показывают, что как только они с этой темой начинают работать, у них рейтинг растет. Есть примеры, мы можем показать. Ну, если талант его интересно сделан, то только рейтинг всегда растет. Да. И при этом случился такой курьез при обсуждении вот этих вопросов. Министерство образования, представитель Министерства образования, значит, выступило с докладом, что они проверяли учебники языковые по всей стране в час. И вот ни одного нормального не нашлось в плане того, что везде ошибки, везде несоответствия. Вот как все плохо работают, ай-яй-яй. Наказать всех надо. И тут же она получила такой яростный отпор от депутата, представителя от северных народов. Там был один из депутатов именно из коренных народов нашего севера. Он как бы отвечает по своей деятельности, да, за вот как раз таки языки северных народов в том числе. И он говорил, что он сам лично объехал практически все регионы страны, выясняя вот этот вопрос о состоянии языков. И даже за что получал штрафы за правую в Госдуме. И он очень жестко высказался в том плане, что Министерство образования, оно очень формально подходит. И вот этот у него еще подход такой не развивать, а наказывать. Как штрафная инстанция какая-то. И еще отдельно отметил, что Институт развития языков, как только появился, Министерство образования тут же начало его штрафовать за всякую мелочевку, связанную с его открытием. Что как бы не очень позитивно смотрится на общем фоне. И вообще в принципе Министерство образования вот на этом круглом столе, оно явно в оппозиции ко всем было. Потому что получили они от комитета, вот от Ильдара Гульмундинова, от председателя комитета. За то же самое, за вот этот формализм бюрократический, да, когда наша страна очень вот этим вот страдает. Что когда буква какого-то правила, закона, она ставится выше, чем сама жизнь. Я почему вывел в общем-то в заголовок вот эту цитату про жизнь, она именно отсюда. И здесь, наверное, стоит привести пример, почему же такой отпор получился, да, почему такой вот конфликт возник. Даже у Министерства просвещения там представитель тоже был, с Министерством образования. Дело в том, что, это я в Майкопе слышал от участников, то есть как сейчас вот приводится в соответствие учебники по родным языкам. Но спускает в Министерство образования некие правила, по которым они должны быть созданы. Правила очень такие, сумбурные достаточно. Люди на местах, ну вот в учебных заведениях, в вузах, начинают в них разбираться. Если там какие-то есть неточности, им никто не подсказывает. Потому что ну некому просто. Вот вам скинули, как хотите, так и разбирайтесь, если вам что-то непонятно, это ваши проблемы. И люди куда идут? Они просто идут в Google, просто сидят специалисты в вузе и в Google ищут в интернете, как же вот толковать эти правила. А в Google, вы сами понимаете, там что угодно может быть, везде все разное. И люди, скажем так, не имея поддержки, разрабатывают так, как могут, отправляют это в Москву. В Москве эксперты в институте языков как раз таки проверяют их, вносят свои правки, в имеющиеся недочеты отправляют в Министерство образования, а в Министерство образования его зарубает. Причем зарубает без объяснения причины. То есть какие ошибки, почему ошибки, что надо исправить. Нет, у вас неправильно и все тут. Причем чаще всего это либо вот то, что там как бы люди чего-то недопоняли, либо потому что к тому времени уже изменились правила опять. А правила меняются там с какой-то бешеной скоростью. И все возвращается обратно. И очень непонятно, почему нельзя, например, отправлять экспертов сразу на места, в вузы, в регионы, делать какие-то курсы, тренинги, для того, чтобы они на самом первом этапе разработки вносили нужные правки, делали проект правильным, чтобы он уже правильным поступал в Министерство образования, если Министерство образования не хочет палец о палец ударить, чтобы работать нормально. То есть то ли вот, ну непонятно. Наверное, какая-то профнекомпетентность. За что и в общем-то справедливо и получили. По шапке. Ну, уйдем от, как говорится, негатива к позитиву. Что еще было полезного высказанного? Конечно же, развитие языковой среды. Потому что язык, в первую очередь, хорошо закрепляется и усваивается людьми только там, где создана, в принципе, среда социальная для его развития. То есть одной школы здесь недостаточно вообще. И было сказано, что двуязычие, трехязычие, то есть полилингвальная система, она, в принципе, свойственна людям в большинстве, в мире. Да, это более естественное состояние человека, знание нескольких языков, чем просто одного. Так уж сложилось у нас в мире. И, конечно, нужно развивать и телевидение, и СМИ, и рекламу на родных языках, чтобы она дублировалась хотя бы. Театр тот же. Второе, мотивация к изучению языка, ее сегодня нет. То есть, естественный вопрос, зачем ученику изучать собственный родной язык, если кроме потери времени это каких-то для него выгод не несет. То есть ЕГЭ ему не сдавать, дальше ему не учиться на этом языке. Этот язык ему ничего не принесет в жизни, кроме какого-то морального удовлетворения. Соответственно, нужно менять политику. То есть, озвучивали так, что да, было бы неплохо в ЕГЭ внести хотя бы. Пока у нас ЕГЭ еще, видимо, скоро не будет, судя по некоторым данным. Потом в вузах, да, хотя бы в гуманитарной сфере должна использоваться в республиках возможность изучать науку, скажем так, на родном языке. В этом плане, конечно, сложно, но можно. В школу, конечно, покритиковали в том плане, что да, было бы неплохо иметь в школе язык, но обязательное обучение в школе, оно, по сути дела, ничего за собой не несет. Потому что это я и сам сталкивался с этим. Люди, которые у нас учатся в школах, мы знаем, как у нас преподают в школах, что могут отбить желание учиться у любого ученика. То есть сама по себе система образования достаточно плохо сделана в этом смысле. И многие люди, выпускаясь из школы, вот 10 лет они учат язык и потом двух слов на нем связать не могут. Потому что обязательное образование чаще всего становится такой формой образования из-под палки, в которой учителя делают вид, что учат, а ученики делают вид, что изучают. А в итоге эффекта ноль. И, конечно, здесь нужно именно на мотивацию обращать внимание. Понятно, что и с учителями проблемы. Министерство просвещения озвучивало, что и министерство образования тоже. Есть сегодня программа целевого обучения учителей родным языкам. Понятно, что им приплачивать не будет никто сейчас, потому что иначе мы тогда, ну, видим перекос в этой сфере. То есть все учителя окажутся в худшей позиции других предметов, чем учителя родного языка. Но субсидировать как-то можно и нужно. Там были такие предложения внутри, в рамках этих окладных систем. Но и целевое обучение. То есть сейчас действительно в вузах можно пройти обучение на учителя родного языка, целевое, оплаченное государством, бюджетное. Но статистика показала, что на него очень мало людей идет сейчас. То есть что-то нужно менять, они это понимают и будут менять. И что касается именно нашего региона, ну, скажем так, Адыгея, наверное. Краснодарский край там, мягко говоря, пока еще на периферии всех этих вопросов республики, где это острое наиболее стоит. Адыгея был представитель, депутат Шовген Автимбот Муратович. Он озвучил те вещи, которые сегодня уже делаются в республике. Те примеры, которые можно брать. От Кабарды был представитель, тоже говорил. От Дагестана был представитель со своей больной проблемой. Ну, мы понимаем, да, у них там вообще все сложно, столько языков. И у них особое внимание к этому должно быть. И отдельной темой, конечно, звучало факультативное образование. А понятно, что если оно сегодня есть, то нужно его как бы делать мощным, интересным. Там широкий разброс тем был. То есть, начиная от каких-то летних лагерей, факультативов, пришколах, заканчивая курсами изучения родного языка и русского, как иностранного для иностранцев, для диаспоры, допустим, с совмещением туристической темы. Такая идея, кстати, давно витает в черкесской среде. Ее озвучивали еще мальчики вот не так давно. Что было бы неплохо удовлетворить спрос диаспоры, допустим, в Турции. Об изучении тоже родного языка. В Турции, чтобы они тоже с ними проблемы. Люди теряют активный язык одной. И если, допустим, от России будет такое предложение сделать такие школы в Турции, как они озвучили, в которых будет и черкесский язык, и русский язык. И черкесская культура, и русская культура. Это как бы своего рода поднятие имиджа страны, которая делает такой посыл в сторону своих потенциальных, кстати, и численников. И потенциальных, потому что все-таки пока не признают, к сожалению. И вот здесь была озвучена более интересная тема, почему мы у себя не можем это сделать. По примеру, как в Англии, в Испании делается, во Франции, во многих странах, в общем-то, зарубежных. Допустим, их родной язык, вот в Англии английский изучается как иностранный. Туда приезжают эти языковые школы. Люди изучают, и при этом у них ширина туристическая программа еще. То есть еще бюджет пополняется, имидж страны. Почему бы не сделать русский, ну и черкесский, соответственно, в республиках? Пусть диаспора приезжает, учится и русскому, и черкесскому языку. И также точно оставляет, как говорится, деньги за туристические услуги. То есть пополняет бюджет через туризм. Это довольно хорошая идея. Ну и со своей стороны я предложил несколько вещей. Сейчас можете их посмотреть в этом отрезке видео. Владимир Владимирович, я хотел бы поблагодарить тоже Маргариту Ильдановну за участие в конкурсе, за то, что мы с миротворцем можем сказать больше, чем в регионе, высказать свое мнение. Я по своей деятельности связан больше так или иначе с нашими черкесами, адыгами, поскольку освещаю именно эту культуру, историю этого народа. И я бы, наверное, хотел вот кратко дополнить то, что уже говорил Тимот Тимот Братович. Неделя назад проходила в Майкопе конференция в Институте имени Кирашева как раз-таки по поводу сохранения языков. И были высказаны некоторые такие пожелания, идеи. Я хотел бы их озвучить, дополнить. Был прекрасный озвучен пример реализованной Республики Адыгея. Это летний языковой лагерь, называется Адыгаленд, то есть в котором они реализовали такую интересную идею сочетанием таких популярных навыков современных, как профориентация на профессии будущего, там эти вот мягкие навыки, soft skills, какие-то бизнес-навыки. То, что популярно в молодежи, то, что сейчас, в принципе, популярно в языках, но исключительно на родном языке. Это все происходит, естественно, на разных уровнях подготовки они определяют учеников. И им удалось сделать модным, популярным именно язык, сочетая его с вот этими модными веяниями, которые приносят пользу детям. От себя еще дополню, как бы немножко скорректирую то, что я говорил. То есть если мы говорим об Адыгаленд, то есть я там упоминаю разные вот эти навыки, освоение профессии будущего, эмоциональный интеллект, soft skills, мягкие навыки, бизнес-планирование. Да, это то, что сейчас очень популярно, модно, это то, что перспективно. Это дает людям, детям вот именно возможность дальше куда-то развиваться в современном мире. И если оно будет сделано на родном языке, это будет очень круто. Это вот именно та мотивация, которая нужна. И что касается разработчиков, понятно, что можно своих разработчиков взять, как я уже сказал, которые уже есть, и их контакты я передавал в Ориге, в моей копии. Можно связываться с, допустим, приложением Drops, приложением Duolingo, которыми пользуются люди очень много, и они приглашают к участию в том числе и носителей редкого языка для того, чтобы включить этот язык. Duolingo, я знаю, даже черкесский есть. Он такой пока базовый, но есть. И, кстати, фонд, о котором говорил Эльдар Гельмутдинов неоднократно, он существует как раз таки в том числе, чтобы финансировать вот такого рода проекты. Мультимедиа-проекты, кино, телевидение, театр, мобильные приложения и так далее. То есть туда можно обращаться, надо выяснять, как, почему это все открыто, и пользоваться этим, пока деньги есть в фонде, они будут только расти еще при этом. Они сами его прям пиарят, ребята, обращайтесь. И напоследок хотелось бы отметить еще одну важную тему, которая была озвучена так быстренько-быстренько, но была. Но она очень важна, ее тоже часто вот я слышу подчеркивают, хотя пока мало обсуждают почему-то. Русский язык. Мы привыкли, что это большой государственный язык, казалось бы, что им там угрожает. Но русский язык это же не просто литературная форма. Это также точно и народный язык. Это множество говоров, наречий, которые распространены по всему миру. Вот можете послушать, как звучит Владимирский говор. Я сам был очень удивлен на церемонии финалистов Смиротворца 2019, когда его женщина вот на нем проговорила эту фразу. Я понял для себя, что я, допустим, половину вообще не понимаю. Это русский язык. Обычный, народный. Простите, пожалуйста, но я не выполнила просьбу Маргариты Армитовны. Она просила, это спецзаказ, озвучить Владимирские говоры. Я делаю это для нее, но я не скажу, кто и к кому обращается. Это, так сказать, будет загадкой небольшой. Решите сами. Звучит это так, буквально две строчки. Невес, невес, колды ты с умом соберешь, а большуха давно уж застала, да и запресничай. А вот кто и кому говорит, угадайте. Ну и, в общем, хотелось бы отметить, что, в принципе, все вопросы, которые были, Витали, как говорится, в головах, были записаны, они были озвучены на этом круглом столе, обсуждены. Достаточно, так, дискуссионно, хорошо. И, я думаю, их включат в повестку прошедшего круглого стола. Это все будет учтено при разработке стратегии программы. Другое дело, конечно, насколько это все реализуется. Потому что в приложении, допустим, нам давали результаты обсуждения прошлогодней, прошлогодней круглого стола на тему языковую. Там много интересного было прописано, но мы в 2019 году понимаем, что далеко не многое из этого было реализовано. Сейчас проблема пока на уровне реализации. В этом смысле звучал вопрос такой уже на федеральном уровне, что нужно придавать вот этому комитету по национальной тематике больший статус, статус министерства по делам национальности и по делам языков. Потому что, допустим, комитет-то это хорошо, но когда тоже Эльдар Галимудинов обращается в регионы с вопросом о том, как у вас обстоят дела с языками, с национальностями, некоторые регионы его просто игнорируют или отвечают как-то формально, что на все хорошо, отстаньте от нас. И как бы на уровне комитета, понятно, он не может повлиять на них. На уровне министерства другой вопрос. То есть для того, чтобы эффективно вот то, что мы проговорили, внедрять в жизнь, нужны полномочия. И вот этот вопрос, я думаю, будет решаться в ближайшее время. Ну, Новый год покажем. Проследим. Со своей наградой за значительный вклад в дело освещения межнациональных вопросов в России уехал домой, но по пути еще успел заехать в редакцию первого национального канала. Это такая новая структура, ее недавно предложили на федеральном уровне создать на базе телевидения одного из участков телевидения московских. Пообщались с главным редактором, вот с нашим коллегой из Бурятии. Обстановка там какая сейчас? То есть она сейчас показывается только на кабельном телевидении. Планируется выход на Москву, именно не кабель, а уже полное вещание, и впоследствии на Россию. Сейчас идет наращивание материалов, то есть нужно туда как можно больше поставлять связанных с межнациональной тематикой видеоматериалов, о чем мы и договорились, и тем более в первое время это даже будет показываться именно с моими титрами. То есть это будут, допустим, если я этнографику посылаю, то вы увидите на этом канале этнографику. В дальнейшем, конечно, уже будут материалы просто от меня, как от соавтора. Но будем наращивать эту тематику, и тем более они предлагают даже и совместные межрегиональные проекты, получать субсидии под них и работать. То есть вот, думаю, скоро будем вещать и на всю страну. Так что впереди интересные планы, интересные события нас ждут, если все сложится хорошо. И вот такие результаты поездки. Не забывайте, что я приложил к этому видео отчет по статьям этой конференции, которую мы все видели там, участники. И не забывайте подписываться, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. До новых встреч, всем пока!